Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба. И сегодня у нас уже воскресенье, последний день недели, и после него в понедельник сбросится рейтинг. Ну а также в следующем видео вы узнаете результаты розыгрыша на 6000 гемов. Ну а в этом видео мы будем, точнее за Стива, будем его прокачивать на 12 уровень. Ух, тяжело, конечно. Стив очень сложный персонаж, как по мне. Потому что у меня на нем не очень получается, но да ладно, это такое себе. В принципе, сойдет. Также там разработчики кое-что еще показали по поводу нового персонажа. Они показали на него склинчик. Сейчас вы видите склинчик этот на экране своем. Ну, вот такой вот склинчик, прикольненький достаточно. А это все намекает о чем? О том, что скоро, наверное, все-таки выйдет персонаж. Разрабы бы так просто не показывали, скорее всего. Это все, если бы он не вышел скоро, да? Ну вообще, я думал, что он выйдет до обновы, но почему-то его не выпустили, поэтому вот так вот. Я считаю, что он уже давно готов. Просто не тянут, наверное. А может и не тянут, может он реально еще не готов. Это знают только разработчики. Итак, повар, суши, Стив. Вот такой вот красивый склинчик мы получаем. Модненький. Че, да? Оденем, конечно, его сегодня. Так и быть, оденем, да? О, 11 левел. Офигеть. Ну что, 12 левел Стива. Я, короче, вчера играл, добивал 1000 стрейтинга на всех персонажах, на котором мог, да? На которых надо было добивать. Что я могу сказать? Это жесть. Это просто жесть. Меня 10-й акул. 10-й акул почти шотает кролика с 12-го уровня. Это просто. Я горел там, сидел. Ух, это было весело. А еще один момент по поводу пингвина фазика. 4000 хп. 4100. Ладно, берем 12 уровень. В общем, по поводу пингвина фазика. У него граната имеет дальность слишком маленькую. И из-за этого, когда в ней... Ну, он разменивается гранатами в минусы. То есть, он кидает гранату противника. Противник в него кидает гранату. До фазика граната долетает, до противника нет. Вот и вся логика. Это просто капец. Это просто капец. Бедный пингвин фазик. Вот, я вчера так горел с этого момента. Ну, да ладно. Итак, будем катать сегодня сложные бои. Нужно заменить артефакт. Вот этот вот прекрасный. Ну, вот что это такое? Взял и зависит. Просто не дает мне убрать. Уколы дренельные с нами косточку ставим. И еще один артефакт на выбор. Что ему нужно? Крем огнестойкости, наверное. Он позволит залетать в зону, хилиться. Вылетать с зоны. И дамажить. Плюс это та же контра, тройных гранат с бомбой молотова, да? Окей, это первый вариант. Второй вариант, это сандалия святого, наверное, какие-то. Чтобы по воде бегать. Ну и, в принципе, все. Больше варианта я не вижу. Зуб вампира такой себе бонус. Ну, тоже возможный вариант. То есть, вот три артефакта буквально. Но я хочу попробовать с этим поиграть. Теперь он хоть свою эффективность показывает. Итак, что мы имеем? Копье. Конечно, на максимум перезарядочке и дальности. Чтобы хоть как-то доставать. Лук. Вот в луке здесь реально лучше скорость прокачать на 1%. И дальность. Ну, потому что дальность, ну вот, 4%. Хотя нет, лучше дальность. Я и так доставать ни до кого не буду своим луком. Поэтому лучше прокачать. И дробовик. Для бровика тоже качаем максимальную перезарядку и дальность. Ну, вот тут проблема. Получается у нашего орла-повара-сушиста. Какая? Вы подлетаете к противнику. Вам нужно выбрать, что вам делать. Ну, по дамагу, да? Лук, дробовик или копье. И суть в том, что все отталкивает. И если пренебречь, то один из вариантов дамага уже не пройдет. И это проблема. Печаль, печаль. Ну, что есть, то есть. Даже с нулем он отбрасывается, он все равно будет отбрасываться. Ну что, погнали в сложные бои. Будет, конечно, очень тяжело. Но я постараюсь за счет уровня хотя бы стащить. Все-таки хп-шки 4000. 4000. А, как смешно, как смешно. Как же смешно. Так, заберем копье. Лук. И потом пойдем убьем бота. Я, короче, вчера так душился. Мне так эти душе... Ну, миксы душили. О, хорошо хоть никс испугался. Офигеть. Я думал, он не испугается и нападет на меня. Не, ну он испугался. Ладно. О, там очередной бачколюб. Я их очень ненавижу. Хейчу максимально. Песят они меня очень. Нет, чтобы драться, они вот этого в бочках сидят. Так, наша сейчас задача это, в принципе, найти еще одну аптечку. Можно и бачклюба, конечно, было убить, но ладно. Легендарная граната выпадает, которая мне уже не нужна. Обидно. Никс, конечно, ее очередной забирает. Тоже еще. Ломаем бочки, чтобы этим бачклюбом было меньше возможностей. Ну и поехали. Нужно сейчас кого-то... А, во, во, он сам ко мне идет. Очередной бачколюб. Так, ну, взлетаем. Будем убивать. Или Никса, давайте убьем. Вот с Никсами проблема. Их невозможно догнать. К сожалению. Потеряемся косточкой. И полетели. В итоге минус 2 Никса. Просто разогнал. Ни одного не зацепил. Офигеть. Вот понимаете, да? Вот проблема на Орле. В чем? Вот в этом проблема. Вот в этом, понимаете? Вот в этом проблема. Вот. Понимаете? В этом проблема. В этих Никсах проблема. Наличие на карте Никсов. Вот. Основная проблема Орлов. И ты ничего с этим сделать не можешь. Потому что ты их не можешь убить. А почему ты их не можешь убить? Потому что ты орел. Офигеть. Логика. Тяжело. Ну, выбора нету. Придется так играть. Кстати, видели? На карте никого кроме меня нету на этой части. Баланс. Ладно. Очередной Никс, конечно. Конечно. Вот. Ох. Как я же хейчу Никсов. Вы не представляете. Что, знаете, самое смешное? Вот пятый уровень. Посмотрите по урону. Вообще нормально, да? То есть он мне одной тычкой сносит... Одну четвертую хп. Я ему... Луком и одной тычкой с дробей века сношу ноль хп. Ну, пол хп, ладно. Почти все снес. Вот посмотрите, ну как это называется? То есть он мне четыре тычки даст и снесет фулл хп. Я ему дам три тычки и снесу фулл хп. Где логика? Где логика между двенадцатым и пятым уровнем? Где логика? Ну все, меня убили. Вот, понимаете? В этом проблема игры этой... Горит у меня от этого. Почему они не могут сделать нормальный баланс? Ну... По хп, а по уровням? Почему? Что сложного-то? Горит. А по урону мне вообще смешно. Вот у них, кстати, там 300 урона. Он мне сносит одну четвертую хп. Ну, просто мне смешно. Смешно. Не, ну а че нет? Как в это играть? Как? Наверное, сейчас уйдем с командных боев. Ой, точнее, с сложных боев. Это невозможно просто. Оно неиграбельно. Фууу. Ну, меня сейчас бот убьют. Если я буду стоять просто-напросто. Так, ну я хотя бы выжил. Мне как-то повезло, что все разбежались. Сейчас мы отфиляемся косточкой и... И будем от всех убегать. Вот такой вот уритик. Придется залетать в нужные моменты. Видите, ничего не могу. Просто ноль. 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 Полнейший ноль орел. Он может только залетать в ситуацию, когда... Никс уже не может использовать свой активный навык. Но это почти невозможно, потому что такие ситуации проходят... Раз в секунду. И как бы все. Обидно очень, на самом деле. По сути, орел... Вот это вот унылое. Унылое. Будем это так называть. В соло боях легких, возможно, он еще что-то покажет, но... В командных боях это просто... Ой, точнее, в соло боях сложных, это просто полный ноль. Хотя... Смотря против какого противника. То есть, вот на черепаха я сейчас нападу. А что он не защищается? Черепах, у тебя все хорошо? Очень странный черепах. Однако, я вам так скажу. Поселяемся косточкой сразу. Ну вот, черепаха убил восьмого уровня. Восьмого. А Никса пятого не могу. По урону нормально, да? У нас с Никсом, наверное, на пятом одинаково в количестве ТП. Ну да, подумаешь, там разница в... Всем уровне, да? Подумаешь, подумаешь. Подумаешь. Не горит. И вот это последнее два дня так умер. Горит. От игры. Что-то до этого не было вообще. И на Орле всегда было такое, что я горел. Хотя нет. Когда-то было все очень изи даже. А потом эти Никсы, которые отпрыгивают. Потом. Когда тебя в первом уровне дамажит столько-столько и ты их. Ну и как бы что-то тут не то. Какой-то странный баланс. Ну да ладно. Че уж. Будем выживать. Если не дают мне нормально играть. В эту игру. Значит будем выживать. Выбора-то нету. Надо ретик тапать. Тяжело, конечно. Но что ж поделать. Это же... Опа. Луи, как жизнь. Молодая. А че ты на меня идешь? Странно, странно. Постынь здесь. Че, посмотрим на Луи. 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 Смотрите, как я его продамажил. А? Красиво продамажил? Красиво? Че скажете? Красиво. Мне тоже нравится. Красиво его продамажил. Очень. Хороший дамаг, да? Очень хороший дамаг. Сейчас полетим на Джейд. Убьем ее. Заберем с ней аптечку. И дохиляемся косточкой. Фух. Ну вот такой вот у нас прекрасный геймплей на Орле. Отлетел, прилетел. И победил. И победил. Ну. Мне такой геймплей максимально нравится. Он бесполезный. Он неинтересный. Он нудный. Но приходится выживать именно так, ребята. Почему? Потому что эта игра прекрасна. Прекрасно просто. Когда тебе пятый уровень Икса дамажит, как ты, вы знаете, на самом уровне Орла. Нормально. Нормально. Горит. Горит. Да. Подбор. Там все дела. Похилимся, что? Куда нам спешить, правильно? Все равно убрем. Сейчас заберем дробовичок. Пойдем немножечко вот сюда вот. За капецом как раз. И надо еще лук найти какой-нибудь. Убить пару ботов. И красиво стоять. И наблюдать, как все друг друга убивают. Надеюсь, меня не убьют до этого момента. Как это было до этого. Всегда. О, вязали. Один выстрел. Он даже мне ничем не попал, но пол хп меня уже нет. Надо каким-то чудом выжить. Ну вот просто приходится убегать, потому что, ну, это Брюс. Что я ему сейчас сделал бы? Умер бы только. Похилимся. Что? Классный геймплей, да? Классный. Брюс все забрал, конечно. Что, Брюсик забрался? Молодец. О-о-о-о. Вдва ям играют. Какие молодцы. Какие... Больше паразиты, а? Опа. Опа. Видали? Два паразита. Вдвоем играют. И я это видел. Ну ничего, мы сейчас отхилимся. Придет время, они умрут. Герзкий паразит на меня лезет. Надо что-то придумать, чтобы победить. Можно через воду пробежать быстренько. О, не лагает, да? Не лагает. Что, паразит меня потерял с виду? Испугался, что ли? Ну ничего, мы сейчас отхилимся и вернемся. На костыля ему. Ух, горит. Ух, горит от этих паразитов. Ну ничего. О-о-о. Друг его идет, друг его идет. А что, первого друга убили, да? Ну я сейчас откинусь, наверное, скорее всего. Если. Ну тут тяжело, на самом деле. Попробую сейчас отхилиться и залететь на краба. У него была аптечка. Ладно. Ладно, я понял. А ну тут краб не переиграл. Опять же, Никс умер от краба, которого я не догнал. Ну, который от меня убежал, да? И этот, второй его друг, паразит, тоже умер от краба. Хорошие ребята, да? Мне попались противники. Очень хорошие. Чтобы они никогда себе не выбили персонажа. В общем, пожелала им удачи. А ну да все, ребятки. Вот такие вот сегодня прекрасные бои на Орле, как вы заметили, да, уже. Ты никого не можешь победить практически. Тебе нужно весь бой сидеть. И ждать чего-то. Ждать, когда противники друг друга будут сбивать. Потом ты залетаешь и хоть что-то можешь сделать. Только так. Ну и, конечно же, прекрасные Никсы, прекрасные игроки, которые играют в соло-боях вдвоем. Ну да, в командных же боях нельзя играть вместе, да? Это же невозможно. Вот два командных режима, невозможно в них играть вместе. Нужно играть только в соло-боях вместе. В общем, ладно. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Ждите результатов розыгрыша. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.